В экранизации, знаменитой голливудской экранизации, где Марлон Брандо играет Стэнли, там одна из самых сильных сцен ближе к финалу, где он насилует героиню Бланш. Он супруг сестры, насилует вот эту не от мира сего Бланш Дюбуа. Вот, допустим, вы когда играли Бланш, считается, что из насилования одна из самых распространенных женских сексуальных фантазий. Вообще, в принципе, ну, как пишут. Вы испытываете эротическое чувство к партнеру, когда играете, или нет? Или у вас это на каких-то разных этажах расположено? Я вижу, как в нашем спектакле, как Оля играет эту сцену, да. Я знаю, как я играю эту сцену. Тут говорить о каком-то, как вы спрашиваете, эротическом удовольствии? Эротическое чувство к партнеру. Ну, то есть, насколько вы погружаетесь вот в образ? Потому что, как я уже сказал, имеется в виду, что, на самом деле, ну, так пишут специалисты. Для этого, как, знаете, Жванецкий говорил, я никогда не был женщин, никогда не был узбеком. Не знаю, что они чувствуют. Поэтому, я не знаю, но считается, что вообще из насилование считается такой фантазией. Не знаю, я, честно сказать, нет, не мой случай. И как раз это, это есть как, это в ее, в ее восприятии, это скорее есть... А вы сейчас уже на территории режиссера выступаете, вы сейчас уже начинаете... Да, что делать, но все равно любой актер... Трактовать обузы. Анна, вы знаете, вы не только блестяще пародируете, вы не только блестяще играете, вы еще блестяще уходите от вопросов. То есть, вы про прорезы... Да подождите, я просто очень долго говорю. Я вам говорю, что... Можете не отвечать. То, что я, например, играю в этой сцене, и для меня, например, это есть некая, знаете, как вот уже последняя такая точка, которая ее сваливает окончательно вот в это вот пограничное ее состояние, когда вот рушится вот все. Она отчаянно цепляется за это, за это, за это, и тут просто крушение мира. А понимаете, в чем дело? Конечно, если, вот как еще, как я понимаю, да, вот подбирают артистов, да, по-моему, если между актерами на сцене, ну и в кадре, наверное, да, хотя кино тут немножко другие законы работают, но если между артистами нету какого-то вот, какого-то взаимодействия вот такого вот физического-энергетического, то неважно, каким путем они к этому приходят, даже если они, каждый придумывает себе какую-то историю, да, для того, чтобы как-то встретиться, и в результате вот как, ну, потекла энергия между всеми партнерами на сцене, это будет скучно, это будет мертво. Поэтому, конечно, когда ты, когда партнер тебе симпатичен, когда партнер тебе, когда вот какая-то есть какое-то взаимодействие, ну, как, такое вот энергетическое взаимодействие с партнером, конечно, это гораздо интереснее. Я могу сказать, что, например, когда, там, я не знаю, когда я играю те же королевские игры со своим партнером, и там финальная сцена очень сильная, когда, ну, собственно, суть которой сводится к тому, что ты меня казни, чтобы дочка не стала ублюдком, и чтобы она имела законы, там, законы права на престол, любимый мой. Я понимаю, что в этот момент, ну, как я понимаю, это так есть, что в этот момент я безумно люблю этого человека, и он меня... Это что-то фантастическое. Есть благодарность к этому человеку, что он позволяет, ну, как, что он позволяет это прожить, это прочувствовать. И он, я не играю со стенкой тихо сам с собой, да, а есть вот это вот, 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 вот это взаимодействие потрясающее. Почему, на самом деле, ну, я не знаю, для любого нормального артиста хороший партнер, это чудо, это радость? Я с вами не соглашусь, потому что есть такой пример в кинематографе, вот, известно, что... В театре, в театре. А это только на театре, в кино отдельно, да? Кино, это другая история. Потому что я видел 9,5 недель, потому что известно, что Бессенджер и Рурк друг друга терпеть не могли, а 9,5 очень получился фильм. Ну, известно, что Штирлиц тоже с женой снимался, с женой встречался в Калифанте в разные дни. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев. Правда 24. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...